Вы просто поглядите на эти иконки ресурс паков, на которые мы сегодня будем делать обзор и решите сами, это будет дичь или не дичь. Да, господа, сегодня у нас будет целых 7 ресурс паков тире текстур паков, мы посмотрим, что сегодня будет происходить, но я уверен, что в основном это будет полнейшая дичь. И я надеюсь, вам понравится сегодняшний видос, вы поддержите его вашим лукасом вверх. Давайте попробуем набрать 67, а почему бы и нет. Да, а значит, что не 68, лучше 68, конечно же. Рандомный комментоз залетает от гипер слэш, который пишет кейн, потихоньку начинает дичать и сам превращается в дичь. Ждем дикого кейна, который будет откапывать желуди из-под дубов. Ребят, пока что нужды в желудях у меня нету, но возможно когда-нибудь мы до этого дойдем, кто знает, кто знает. Наверное, да, все-таки да, 100%. Окей, что ж, господа, давайте приступать, посмотрим, что за дичь у нас сегодня здесь такая будет. Я думаю, значит, что начнем по порядку. Первый ресурс-пак, наверное, не такой уж и супер-мега-дикий. Он, возможно, даже и прикольный. Ну а делает этот ресурс-пак примерно следующее. Да, господа, как вы можете видеть, теперь пауканы у нас будут примерно... А вот такие. Я здесь парочку заспавнил, как вы можете видеть. Теперь они более реалистичные, возможно, более детализированные. И, в принципе, выглядят намного ужасающе. Я ненавижу пауков и в реальной жизни, и в Майнкрафте. Но, да, ребята, вроде бы я, если не ошибаюсь, но также были заменены пещерные пауки, которые теперь тоже имеют новую модельку. В принципе... О, боже мой, парень, успокойся, спокойно, успокойся, хеликоптер, хеликоптер. Да, господа, в принципе, это все очень мини такой ресурс-пак. Так, он, в принципе, не дикий, он прикольный, но, опять же, это все, что он делает, это всего лишь пауки, поэтому... Я думаю, самое время идти дальше, потому что дальше будет самый настоящий айдич, поэтому поехали. А, бум! Следующий ресурс-пак, это что-то странное, друзья. Боже мой, что с Моджангом-то случилось, непонятно. Короче, теперь, по идее, этот ресурс-пак заменяет почти что все текстуры на примерно... Следующие. О, да, и самое интересное, то, что, по идее, этот ресурс-пак будет выглядеть очень круто с шейдерами. Прямо сейчас я записываю этот видос на ноутбуке. Шейдеры. Этот ноутбук не тянет, но мы все равно попробуем, поэтому давайте посмотрим. Слушайте, господа, на самом деле, мой ноутбук довольно-таки хорошо тянет шейдер. Вы можете видеть, Майкрафт довольно-таки плавный. О май гад. Окей, ладно, ребята, это была плохая идея, и, походу, я использовал не те шейдеры, которые автор рекомендовал, потому что, вроде бы, с тел шейдерами не проявляется тот самый прикольный эффект, который я видел на скриншотах у, так сказать, у автора. И вы можете видеть, прямо сейчас день на дворе, ну, как бы, одновременно черное у нас небо. И, в принципе, я могу понять, да, если все вот эти вот цвета будут реально подсвечиваться и светиться шейдерами, это, возможно, будет выглядеть красиво. Но, опять же, я не знаю, кому может понадобиться такой ресурс-пак. Он, на самом деле, заменяет почти что все блоки и даже все предметы и броньки и так далее. То есть, это довольно-таки глобальный, вы можете видеть, текстур-пак, но, да, друзья, к сожалению, шейдерами, да, мы его нормально не посмотрим. Но, опять же, если вам вдруг интересна такая, я не знаю, sci-fi тема Майнкрафта ресурс-паков, то, пожалуйста, опять же, повторю ссылочки в описании, как всегда вы это знаете. Всегда оставлю ссылки, поэтому, да, что ж, я думаю, мы переходим сразу же к следующему ресурс-паку. Что за дичь здесь будет происходить? Давайте посмотрим, по идее, этот ресурс-пак заменяет гастов, если не ошибаюсь, на тех самых проклятых мод. Давайте посмотрим, идем с мон гаст следующим образом, и мы получаем, ну, примерно следующее. Если ты повернешься, я дам тебе печенюгу, парень, повернись, обзор идет, обзор идет, и примерно, да, вот, да, да, добро пожаловать на канал Кейна. Примерно этим мы здесь занимаемся, да, друзья? Вау, великолепно, и все, это все, это весь ресурс-пак, вы думали, что тут еще будет? Нет, 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 друзья, вы чего, вы чего, в наше время делаются вот такие ресурс-паки, это 2022 год, друзья, какие глобальные ресурс-паки, эти ресурс-паки? Нет, мы делаем гаста с проклятым эмодзи на лице, да, в принципе, это все, это все, это все, господа, это, это, это весь гаста, это весь ресурс-пак, поэтому, ладно, я думаю, идем дальше. Следующий ресурс-пак, опять же, возвращаемся в самое начало этого обзора, он, опять же, будет не настолько дикий, он вроде бы даже прикольный. По скриншотам, опять же, я не тестировал, но, по идее, я сейчас, кстати, на версии 1.19, и, по идее, теперь Варден будет немного другим, и давайте посмотрим, мы засуним Вардена. И выглядеть теперь этот парень будет следующим образом. У него есть название, называется он Демо... Короче, Димон, Димон, и вы можете видеть, Димон, да, встал не с той ноги сегодня, завалил голема, и выглядит немножко стрёмно. Посмотрите на эту дичь, мне это напоминает... Кого-то мне это напоминает, друзья, из какой-то игры или фильма, но я не могу понять. Опять же, ребят, если вы знаете, напомните мне, у кого вот так вот пасть открывалась в разные стороны, что-то это мне напоминает, погодите, не сталкер, я, наверное, путаю, я не знаю, друзья, почему он застрял, что он делает, я не понял. Ну, короче, да, ребята, вы можете видеть, да, почему такой громкий Майнкрафт, я не понимаю, его звук уже скоро придётся на ноль делать, ещё одного Варда на заспауне, и, да, моделька довольно-таки забавная, и мне нравится то, что, по идее, это большой Варден, и хитбокс у него выше головы, потому что, на самом деле, Варден намного больше и намного шире, чем этот парень. Ну, и, как вы можете видеть, предметы, связанные с Варденом, скалкеры, шулькеры, смулькеры и так далее, они не заменены, то есть была заменена просто моделька-текстурка самого Вардена, и, в принципе, всё довольно-таки прикольная моделька, мне нравится, мне нравится, неплохой, неплохой ресурс-пак, почему бы и нет, довольно-таки забавно. Я думаю, мы идём дальше, давайте посмотрим, что у нас дальше такое есть. У нас есть ещё один неплохой, неплохой ресурс-пак, который, в принципе, всё, что делает, заменяет интерфейс. Да, друзья, теперь у нас будет такой устаревший, заплесневевший интерфейс, и вы уже можете видеть это по кнопкам, разложившиеся такие кнопки от тысячи лет, которые прошли с тех пор, как я в последний раз сделал обзор на что-то полезное. Окей, и также вы можете видеть мой хот-бар, мои жизни, мои единицы, точнее, деления голода тоже были все заменены, и, в принципе, больше я не думаю, что здесь что-то заменено. Вроде бы я видел то, что интерфейс инвентаря тоже должен быть заменён, но я ничего такого не вижу, в принципе, интерфейс именно инвентаря обычный, вы можете видеть, но интерфейс хот-баров и кнопок теперь у нас, в принципе, такой. Возможно, я что-то ещё упускаю в этом ресурс-паке, но я бы на месте автора бы... Оу, о, здороваются парни. То есть, да, друзья, в принципе, это всё, довольно-таки небольшой ресурс-пак, я бы на месте автора бы заменил побольше бы чего-либо в Майнкрафте, потому что стиль довольно-таки прикольный, мне нравится, как это всё нарисовано. Если даже посмотреть в хот-бар, каждый хот-бар, он отличается друг от друга, то есть он сделан, каждый слот по-своему. Узбокойся, 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 короче, друзья, поехали дальше, смотри на следующую дичь. У нас есть... А это ещё такое? Стоп-шилд, погодите. А, я вспомнил, друзья, я вспомнил, что это за такой ресурс-пак. Сейчас я вам покажу, и напоследок я осталась самую, полнейшую дичь. Давайте посмотрим, по идее, теперь, а если я не ошибаюсь, если я введу стоп, ничего не показывается, но теперь, если я найду себе щит, щит у нас выглядит теперь как знак стоп. Да, друзья, то есть если как бы вас кто-то собирается атаковать, вы просто покажите ему, он поймёт, он поймёт, типа стоп, и всё, давайте протестируем. Выйдем с сурвайвл, вот у нас варден, стоп, остановись, пожалуйста. Нет, он, наверное, не понял. Да, господа, в принципе, это всё, это опять же весь ресурс-пак знак стоп. Ну кому это взбрело в голову, я не понимаю, но кому-то всё-таки взбрело, и кто-то это сделал, и это теперь есть в Майнкрафте. Можно это использовать, опять же, на каких-нибудь там фреймах невидимых, и можно это ставить, например, я не знаю, на стену следующим образом. Наверное, без понятия, допустим, хорошо, наверное, круто, найс, идём дальше, последний ресурс-пак на сегодня, Томас the Ender Dragon. Да, друзья, ну в принципе, вы уже, наверное, понимаете, что будет происходить. Теперь Ender Dragon заменяется на того самого Томаса. Томаса, поезд Томас, я думаю, вы знаете, слышали, видели такого когда-нибудь, на самом деле, это моё детство, я помню, я смотрел этого Томаса в детстве, когда я был мелкий, когда мне было 38 лет, сейчас мне 61, поэтому, да, господа, такие дела. Хорошо, время летит, а мы смотрим на дракона, потому что теперь он выглядит примерно, да, таким образом, yeah, это Ender Dragon, господа, это Ender Dragon, посмотрите на него, о, ещё и дудит свою трубку, неплохо, неплохо, и вау, мне нравится то, что хотят. Хотя бы есть кастомные звуки, автор не заморочился, помимо модельки, ты, дикой, сделал ещё и добавил, так сказать, верещащий поезд, да, звук, найс, круто, что ж, господа, вау, я думаю, на сегодня хватит, да, на сегодня хватит, это всё, повторюсь, ссылки в описании, если вы вдруг захотели скачать Томаса Дракона, то, пожалуйста, скачивайте, пугайте друзей, не знаю, записывайте странные видосы, ну, а я думаю, да, на сегодня реально всё, подписывайтесь на канал, наверное, я не знаю, жмите лукас, я тоже не знаю, надо выражать или не надо, оставляйте комментарии, возможно, не надо или надо, я не знаю, и, как бы, да, нажимайте на бубенцы, а с вами был Клён, и всем пока!